Ребята, всем привет! Вы попали в мою волшебную страну Маши Клиновой. Сегодня я вам буду рассказывать, почему все-таки не было такой большой перерыв между видеами. Первое. Летом 2017 года у меня не выходило видео где-то полгода. И это были не совсем большие причины, но одна причина большая была. И это большая причина того, что я ездила в лагерь с киностудией. Моей... Я обещала, что я буду там снимать в логике, но, извините, я не сдержала слово, потому что там у нас было много работы, мы снимали короткометражный фильм, но мы его не доснимали. Даже мы не начали его снимать, просто другая группа начала его снимать. Но так его не доснимали по одной очень... не очень, не очень приятной ситуации, в которой я была тоже замешана. по лагерям, даже, можно сказать, весь лагерь, там только несколько человек. Ну, как несколько человек? Там где-то человек 60, в этом числе и я, нас в лагере отравили. Да, я знаю, что это может быть не очень приятно сейчас тем, кто кушает. Извините, кто кушает. Приятного аппетита. Да, нас отравили, и это ужасно. Большинство человек, кого отравили, кто отравился, лежало в больнице. И я там тоже была. Я от вас это очень долго скрывала. Прошел уже почти год. Осталось там несколько месяцев для того, чтобы прошел год. Вот. Но я лежала в больнице 4 дня. Для вас это мало. Кто подумает, ну, 4 дня, это же мало. Но эти 4 дня длились, как будто, целую вечность. Там ловилась связь, то есть, моя связь ловила. И я могла позвонить родителям. В своем лагере работал только теле-2, а у меня другой. Другой. Тариф? Нет, не знаю, как сказать. Вот. И я звонила всегда с подружкиного телефона. Это первая новость. И вы все равно задаетесь вопросом. Ну, прошло 2 недели. Куда делись остальные полгода? Остальные полгода делись туда, что я почти каждый день гуляла. И забыла про свой канал. Да. Даже у достаточно популярных блогеров, вот, я смотрю одного блогера. Он мне помогает очень хорошо. Я его, конечно, не знаю лично, просто его смотрю. Вот. И он мне помогает. У него есть брат. Он 2 года не выпускал видео и начал выпускать видео. Потом уже и на него стали бы подписываться люди. Так же я забросила про свой канал, забыла про него. Вот. И начала спокойно себе там гулять, маме помогать. У нас был ремонт, как вы видите, по новому фону. И поэтому так прошло почти полгода, и осенью я начала снимать видео заново. Но я не удаляла старые видео, потому что, ну, многие блогеры говорят, что старые видео надо удалять, что позориться. А многие блогеры говорят, не надо удалять старые видео, так как ты потом просто их возьмешь и вспомнишь. Вот так я и сделала. Возьмем и вспомним вместе с вами мои старые видосики. И давайте оторвемся от этого всего. Что я не понимаю? Давайте оторвемся от этого всего. И я вам расскажу про канал моей подружки Маргариты. Маргарита сначала снимала подделки, а потом уже начала снимать нормальные видео. Ну, не нормально, у нее были нормальные видео. Ну, я имею в виду нормальные видео, это которые обычно мы встречаем на Ютьюбе. То есть, она очень правильная девочка, что она сделала... Сделала свой канал, создала такой канал, который про подделки. Это было очень хорошо. Молодец. Девочка, моя подружка, тоже еще раз говорю. Ну, сначала ее канал назывался подделки Маргариты, а сейчас ее канал называется Маргошка. Также в некоторых видео участвую я, например, Бин Бузл Челлендж, песни из реальной жизни. Ну, она так их называет. Я их называю песней в реальной жизни. Она из реальной жизни. Вот. Здесь также ее подружка, там тоже Алина есть. Хороший канал, советую подписаться. Ну, а мы продолжаем. Потом я выгрузила видео, потом начала снимать два эфира. Это было уже три видео. И я думаю, вам понравилось это даже четыре видео. Потому что недавно вышло еще одно видео про то, как мы как раз-таки с этой подружкой выращивали кристаллы. Мы снимали это в ноябре. Ну, почти в ноябре. В сентябре мы это снимали. А выложила только недавно. А то есть, три недели назад. И за эти три недели у меня накопилось много опыта. И да. Я хорошо начала монтировать. Вот почему не было долго видео. Потом еще три недели спустя. И там два месяца спустя. Потому что я набиралась опыта. Я нашла программу, где я буду хорошо монтировать. Я нашла мне интро. Я нашла себе аутро. Я нашла себе реально много опыта. Я нашла в себе много опыта. И я нашла видео. Тот канал, который мне реально помог. И я начну снимать качественное видео. Ну, на телефон качественное видео. Конечно, потом, когда я вырасту камера, у меня будет компьютер, у меня будет много подписчиков. И сейчас это только начало. И поэтому я стараюсь снимать качественное видео хотя бы на телефон, чтобы пока там потихоньку набирались подписчики. Но нет, конечно, я хочу... Хочу... Я хочу внимать... Нет, блин. Вообще, я хочу... Не то чтобы подписчиков. Я хочу быть... Просто быть человеком, который известный. Я занимаюсь в киностудии. Я снималась в короткометражном фильме. И меня это радует. Мне радует своя жизнь. Меня радует все. И да, это была вторая причина. Да, у меня всего... Третья причина. У меня всего лишь три причины из-за того, что почти год я отставала от своих видео. Сейчас я постараюсь исправить такую ошибку. И постараюсь снимать видео каждое воскресенье, а то есть каждую неделю. То есть в месяц у меня будет выходить четыре видео. Да, это, конечно, маловато, но... Когда-нибудь, может быть, я брошу танцы, хотела сказать. Бросила танцы, да. Для меня это стало неинтересно. Спасибо всем большое. Очень вас люблю. Просто обожаю, обнимаю. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте палец вверх. И не забудьте про колокольчик. И да, вот тут вот у вас будет сейчас опросик, что мне снимать. Диайвай, там, лизуны, все, что... Ну, диайвай, там, проверки. Я буду по вашей профиле все выполнять. И... Комментарий, который мне понравился больше всего от моей подружки. Да, у меня есть какой-то там хейтер. Я понимаю, у каждого есть свой хейтер. У меня был один раз. Самое хейтерное видео, это про мой спиннер. И я его удалила в конце концов, потому что, ну, мне не понравилось там большинство критики. Конечно, я понимаю, что надо на критике учиться, на ошибках своих учиться. Но я усвоила эти ошибки. И надеюсь, теперь мне не будут писать в комментариях дизлайк, отписка. Но, получается, эти люди были подписаны на меня, и им нравился мой контент. То есть, где-то я допустила настолько глупую ошибку, что они отписались от меня. Пожалуйста, отписывайтесь. Не хотите смотреть, не смотрите. Не хотите на меня подписываться, не подписывайтесь. Я просто... Вам просто не сложно, а мне приятно. Да, так уже говорят, как какой-то блогер. Вам не сложно, а мне приятно. Это нет, это не плагиат. Просто да, вам не сложно, а мне приятно. Но если вы не хотите, не подписывайтесь. Спасибо за 31 подписчик. Спасибо большое. Сейчас я вам покажу несколько комментариев, добрых комментариев. Это, я не знаю, сколько это комментариев. В общем-то, вот они. И вот они. Ну, можно тут где-нибудь будет. Это хорошие комментарии. Спасибо вам большое, что пишете хорошие комментарии. Я вас очень люблю. А сейчас я вам покажу один комментарий, когда я сделала конетический песок. Мне написал мой друг. Вот этот комментарий. Да, кстати, в кинетическом видео в кинетическом песке был стикер, который отгадала моя подружка Маргарита, про который я вам говорила в ее комментарии. Молодец. Привет, Маргарита. Кстати, выпускай новые видео, потому что у тебя давненько не было видео, как у меня. Вот, и этот комментарий, еще раз покажу. Он, мой друг, он написал этот скинь шарик с кинетическим песком в воду. По-моему, он так написал, я не помню. Потому что при монтаже я буду вставлять комментарий. И да. И он написал это раз шесть. Пожалуйста, не надо спамить. То есть, если я вас прошу написать один комментарий, не надо написать шесть таких вот одинаковых комментариев. Не надо спамить, потому что тогда вы точно не попадете в видео. И да, с кинетическим песком у меня проблемы. Он у меня испортился. Просто я туда по ошибке добавила воду, и он у меня все растворился. Ну, в общем-то, видео затягивается на шестнадцать минут. Спасибо большое, что вы меня смотрели. Я все равно буду их обучать. Спасибо большое. Всем удачи. Всем пока.